Всем привет! У микрофона Данила Добро, вы на канале Быстро ПК. В этом видео я вам расскажу про Linux Mint и сравню его с Windows 10. Все, разумеется, обновленное, самое новое. Так, давайте же начнем. Начнем с Linux Mint, посмотрим, сколько он потребляет оперативной памяти. Всего лишь 1 гигабайт и 100 мегабайт. В общем, довольно мало. Как он запускается? Посмотрим, насколько быстро. Все это без ускорения. Все как бы, как на самом деле запускается. В общем, запустился. Уже запустился. Осталось только ввести пароль. И все будет работать. О, всю систему быстро так загрузилась. Второй экран у меня был выключен, поэтому там у меня небольшая задержка. Но, в целом, по скорости загрузки, мне кажется, примерно то же самое, что на Windows 10. Ну, может, плюс-минус, там, максимум секунды. Две. В общем, тут есть менюшка, чтобы для начинающих пользователей с подсказками, которые даже нету на Windows 10, кстати. Что мне тут уже так кажется немного странным. Вроде говоря, что на Windows 10 самая простая операционная система. При этом, там, инструкцию, чтобы найти это, но все и довольно сложно делается. Вот и запустил игрушку. 50 кадров в секунду, вроде бы, этот кадр считаются. И при записи видеоэкрана такая же частота кадров сохраняется, хоть и при этом нагрузка. Ясное дело, она выше. Так, давайте продолжим. И следующая игра у нас. Суперкард. Тоже все вполне хорошо идет, ничего не лагает. Все, и настройки, разумеется, на максималках. Но, конечно, это еще карта попроще. Там есть карты, где дождь идет, и там немножко уже, может быть, скорость пониже. Но, в целом, вполне нормально. Можно во что-то поиграть. И посмотрим файл в менеджер. В Windows здесь вы все прекрасно знаете, как выглядите. И, в целом, довольно удобный файловый менеджер, на мой взгляд. Функциональный. Все прям легко, быстро открывается. По-моему, он даже, на мой взгляд, проще в нем разобраться. Но основные все функции, комбинации клавиш, в основном, все такие же, как на Windows. Так, и перейдем к другим приложениям. Тут есть и Telegram, все можно поставить. Большинство приложений и программ портированы под Linux, такие вот популярные. Единственное, только каких программ нет под Linux, это коммерческих, то есть платных. Программ гораздо меньше. Потому что еще пока что большинство именно разработчиков, которые занимаются именно коммерческой разработкой, еще, ну, как бы, не рассматривают Linux в качестве, ну, как бы, операционной системы, где большое количество, как бы, возможностей и так далее. Потому что большинство пользователей пользуются Windows 10, и, соответственно, большинство разработчиков делают программы под эту операционную систему. И поэтому в Linux есть дефицит, как бы, программ. Про дефицит игр, конечно, тоже некоторые говорят. Но, на мой взгляд, с играми как раз на Linux все, ну, менее, нормально. Есть хотя бы во что поиграть. Можно поставить Steam. По производительности в целом, диспутив Linux любой, будет вполне заменит операционную систему Windows. Если говорить там про тот же самый Mac OS, то там, по-моему, с играми чуть похуже, чем на Linux. Там у них, имеется в виду, сама по себе система вообще не заточена под видеоигры, там больше под дизайн, под такие вот вещи. То есть, наверное, менее универсальная, если сравнивать с операционной системой Linux. Что еще тут? Настройки мне вот в Linux тоже больше нравятся. Они более такие простые, более понятные, более такие яркие. Вот, не знаю. В этом плане, как бы, настройка там интерфейса в дистрибутиве Linux очень продуманно. Можно куча обоев есть, поменять обои легко. И это тоже, на мой взгляд, плюс. То, что можно все поднастроить, все поменять как нужно. Вот. И это прям серьезный плюс. Конечно, тоже с этим надо немножко разобраться. С комбинациями клавиш. Например, что-то раскладку поменять. Нужно будет добавлять русскую раскладку. Потому что, по-моему, не нужно ставить с английского раскладка. Потому что русская не поддерживается при вводе имени пользователя. Это, конечно, небольшой минус. Но не такой уж прям значительный. Если учесть, какие там вот есть недостатки у Windows 10. Которые чуть позже будут более видны. Ну, клавиатуру можно посмотреть, какая тут стоит. Ну, как бы, раскладка. Все поднастроить. Если говорить по занимаемому пространству, то мы видим, что у меня слева диск с Linux, а справа диск с Windows. И, соответственно, видно, что Linux Min гораздо меньше требует памяти. Вот, это уже игра с Windows 10 у меня проигрывается. Asphalt 8. В целом, тоже нормально все записалось. Тоже такая простенькая игра, на самом деле. Но все-таки под Linux ее нет. Наверное, тоже, наверное, из причин, почему Linux не все, как бы, любят. То, что некоторые игры, которые есть под Windows, даже такие вот простые, их под Linux можно просто не найти. Замечу, что при записи данной игры у меня немножко подвисла система, то есть игра. Но в целом, вполне все было нормально. То есть, большую часть игры я смог нормально записать. Что еще могу сказать? Вот именно в пользу присунуть системы Windows. У меня, наверное, только это большое количество программ. Во всем остальном, вот сейчас вот зависла чуть-чуть, ну, подвисла. Ну, плюс, как бы, операционная система Windows, это только в большом количестве программ. Во всем остальном, операционная система Linux значительно лучше, именно как операционная система. И сейчас даже Microsoft начали активно изучать Linux, внедрять его к себе в компанию. Серьезно, уже, как бы, есть такие новости. Они официально об этом заявляют, что начинают переходить на Linux. Серьезно, прям вот на сервера себе ставить. Уже выложили эту сборку Linux, которую они планируют использовать. И после этого многие все еще думают, что операционная система Windows 11, которую они готовятся выпустить, решит все проблемы Windows 10. И вот, кстати, тут, как видите, можно сравнить рабочий стол Windows и панельку Windows, и панельку Linux Minus. Как видите, они довольно похожи. Мне кажется, что панелька Linux Minus выглядит даже поинтереснее. Вот я показываю, что у меня самая новая операционная система. Вот это 2021 год, в конец августа, начало сентября. И что у нас тут? Еще можем такого вам показать. Это диспетчер задач, который не обновлялся с Windows 8 толком. В Linux тоже, в принципе, вот если вы сравните, по диспетчеру задач, в Linux это мониторинг ресурсов. Ну, на Windows пока что мониторинг ресурсов все-таки чуть-чуть получше, по функциональнее. Но это тоже, мне кажется, вопрос времени, когда в Linux возьмут и добавят более продвинутый, скажем так, мониторинг ресурсов или диспетчер задачи. Так называемый Windows. Можно настроить звук, уведомления. В Windows тоже, даже вот это настроить нельзя, просто поменять звук. Это неизвестно, как нужно делать, то ли как-то через реестр, а потом, наверное, сломать нечаянно. В Linux нет, не реестра, кстати. Сломать Linux, поэтому гораздо сложнее. Не знаю, конечно, как там все точно устроено, но в Linux есть, конечно, свои недостатки, свои недочеты какие-то, инструктированные. но вот именно при работе я какой-то серьезных недочетов не заметил. Но только вот из минусов, наверное, то, что вот из Flatpak, если ставить приложение, то там немножко он тупит, долго прогружает кнопку установить. Не знаю, почему они не сделали, как и со всеми остальными, пока это у меня вроде такой же репозиторий, чем она отличается, имеется в виду функционально. Так, конечно, я знаю, что в Flatpak это такой универсальный репозиторий приложений или марк-приложений. До ваших комментариев по поводу данной операционной системы, насколько она хорошая, насколько хорошо выглядит, довольно интересно почитать. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи в следующих видео.